Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Калязине 10-летнего мальчика. 2 апреля в ходе масштабных поисковых мероприятий в недостроенном частном доме в городе Калязине было обнаружено тело пропавшего ребенка без видимых признаков криминальной смерти. Проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники, назначено проведение ряда судебных экспертиз. В рамках уголовного дела выполнялся комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств исчезновения мальчика, а также установления его местонахождения. В поисках на протяжении всего времени были задействованы сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, полиции, кинологи, представители службы МЧС, волонтеры, а также неравнодушные жители города Калязина. В ходе поисковых мероприятий обследованы подъезды, подвалы, чердаки многоквартирных домов, частный жилой сектор, территории предприятия, расположенных в городе, обочины, газотрассы, автодорога, лесной массив, прибрежная зона, акватория залива реки Волги, территории заброшенных санаториев. Расследования уголовного дела, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, продолжаются. В Конаковском городском суде вынесен обвинительный приговор жителям Тверской области, организовавшим в Конаковском районе лабораторию по производству синтетических наркотиков. Двоих жителей Тверской области, 65 и 69 годов рождения, тверские сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали весной 2021 года. Из незаконного оборота было изъято около 1 килограмма наркотического средства, производного мефедрона, около 10 килограммов прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков, а также лабораторное оборудование. Решением Конаковского городского суда оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 Уголовного кодекса «Незаконное изготовление наркотических средств в особо крупном размере». Вердикт суда – 6,5 лет колонии строгого режима каждому. Приговор не вступил в законную силу.